Хе-хей, всем привет чуваки, с вами снова Бэмби, и сегодня у нас обзор пятого трекера с беспроводной клипсой. И это то самое устройство, при помощи которого я управляю обзором в кабине, когда летаю в DCS World. И думаю, сейчас самое подходящее время рассказать про этот девайс, с учетом того, что вопрос Бэмби, а чем ты вообще головой крутишь в кабине, это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос на стримах. Так что расскажу про это устройство подробно, чтобы вопросов больше не было, поэтому давайте приступим. Вообще, пятый трекер обеспечивает управление камерой аж по шести осям. Во-первых, поворот головы влево-вправо, также поворот головы вверх-вниз, Наклон головы влево-вправо, ну и перемещение головы влево-вправо, Вверх-вниз, а также вперед и назад. И если правильно настроить трекер, то в кабине самолета мы можем крутить головой так, как нам хочется, Также влево-вправо, вверх-вниз, можем наклонять камеру, как нам нужно, перемещать ее влево-вправо, Также вверх-вниз, могу от влз уткнуться, если у меня есть такая необходимость, могу наоборот назад камеру откатить. То есть, как вы можете заметить, я могу камерой очень точно управлять при помощи трекера, Поскольку просто привык, если мне нужно куда-то посмотреть, то я уже знаю, насколько мне нужно переместить взгляд, Чтобы быстро навести камеру на нужный элемент управления в кабине самолета. Как-то так. Кстати, у меня есть уже на канале видео по настройке пятого трекера, Я, пожалуй, добавлю его в описание под этим видосом. Может, оно кому-то полезно будет. Ну, а теперь давайте поговорим про сам трекер. Во-первых, в комплект входит инфракрасная камера, которая крепится на монитор, И ее задачей является отслеживание движения инфракрасных ламп на клипсе, Что, собственно говоря, и служит для управления обзором в кабине. И камеру трекера нужно крепить сильно левее от центрального положения на мониторе, Потому что клипсы крепятся на наушники слева. И для того, чтобы клипса находилась в поле зрения камеры, Сама камера должна быть сильно смещена влево от центрального положения. И помимо инфракрасной камеры в комплект также входит беспроводная клипса, Которая оснащена тремя инфракрасными лампами, Движение которых камера и отслеживает. Причем делает это очень даже неплохо на самом деле. Главное, чтобы позади вас не было никаких источников тепла или света, Которые могут помешать работе камеры. Да, вот тут, если кто вдруг заинтересовался, у меня на столе штатив, Который поучаствует в сегодняшнем обзоре. Я его брал специально для того, чтобы можно было на столе всякую хрень показывать. Так что посмотрим, как он себя проявит в сегодняшнем видео. А еще к этому штативу можно хороший микрофон крепить. Если бы у меня таковой был вообще. Ну да ладно. Ну и для начала расскажу вам про беспроводную клипсу. Потому что я долгое время пользовался клипсой проводной от пятого трекера. И мне есть с чем сравнивать. Я вам так скажу, что конструкция беспроводной клипсы прям очень сильно улучшена по сравнению с тем, что было раньше. Но давайте обо всем по порядку. Вот вы можете наблюдать съемную аккумуляторную батарею, от которой идет провод и подключается в разъем. Для подачи питания от аккумуляторной батареи используется вот этот вот переключатель, при включении которого загораются инфракрасные лампы. Собственно говоря, первая, вторая и третья лампы, движения которых камера и отслеживает. Благодаря чему и происходит управление обзором в кабине модуля. Естественно, поскольку батарея съемная, ее можно при желании снять, провод отсоединить и подключать клипсу через кабель напрямую. Вот гнездо для кабеля. И понятное дело, тот же самый кабель используется и для подзарядки аккумуляторной батареи. Довольно удобно, в общем. Также добавлю то, что в проводной клипсе вот это вот место было самой слабой частью конструкции. И могло запросто просто взять и сломаться. Досадно. А вот в беспроводной клипсе в этом самом месте используется разъемное контактное соединение, которое, как вы можете заметить, не допускает подобную поломку. И я прям очень рад, что именно это место было усилено конструкторами. А вот тут вы можете наблюдать крепление клипсы для наушников, которым она на эти самые наушники и цепляется, собственно говоря. Давайте даже быстренько вам продемонстрируем. И легким движением у руки клипса зафиксирована на наушниках. Видите, как это просто и удобно. Вы единственное только учитываете то, что дужка у наушников не должна быть какой-то сильно толстой или широкой. Иначе будете клипсу, блин, на скотч приматывать к наушникам. Ну и да, снимается она тоже довольно просто, одним легким движением руки. Ну а вот двухметровый кабель для подзарядки, который идет в комплекте с беспроводной клипсой. К компьютеру он подключается через USB-порт без каких-либо заморочек. Ну а второй конец кабеля, соответственно, втыкается в клипсу, превращая ее из беспроводной в проводную. Чпок. Ну а кабель теперь давайте подключим к компьютеру. И после подключения сразу начинается зарядка, что мы видим по горению красной лампы. Ну а когда аккумуляторная батарея будет полностью заряжена, то красная лампа погаснет и загорится зеленая лампочка. Тут все довольно просто. На сайте заявлено, что аккумуляторная батарея работает 14 часов с полного заряда. Ну я вам так скажу, что я не сидел с таймером и не засекал, сколько часов оно там работает. Ну я вам так скажу, что без подзарядки аккумулятор клипсы работает действительно довольно долго. Также добавлю то, что в ходе зарядки клипсой можно пользоваться. То есть, если она у вас вдруг разрядилась, то вы просто подключаете кабель и пользуетесь клипсой дальше, пока она у вас заряжается. Ну и опять же, если вам не нужна батарея, ее всегда можно отсоединить и пользоваться клипсой как проводной. Хотя, беспроводной вариант мне куда больше нравится на самом деле, поскольку клипсы удобные, легкие. Вес батареи все равно не ощущается. И то, что клипса беспроводная, это прям здорово, поскольку ты не сидишь обмотанный этим проводом, блин. Так что я бы рекомендовал именно беспроводной вариант. Ну а вот вы можете наблюдать саму инфракрасную камеру, которая подключается к компьютеру через простой USB-шнур. Да, я ее снял с монитора. А вот и крепление для установки камеры на монитор. Крепление, как вы можете наблюдать, настраивается для удобной фиксации на любом типе монитора. Главное настроить крепление так, чтобы все три инфракрасные лампы на клипсе были в поле зрения камеры. Ну а на само крепление камера устанавливается при помощи магнитного соединения, просто чпок. И, как вы можете заметить, камера довольно надежно зафиксирована и не сваливается. При этом ее свободно можно крутить влево-вправо. Ну и вдобавок ко всему, в креплении можно зафиксировать USB-провод камеры, чтобы он не болтался туда-сюда. Довольно удобно на самом-то деле. Ну и в очередной раз повторюсь, что при использовании пятого трекера позади вас не должно быть никаких источников света или тепла. В общем-то, работе камеры могут помешать даже обычные солнечные засветы. Так что в работе с устройством это стоит учитывать. Ну а в остальном пятый трекер работает просто отлично. И я им прям очень доволен на самом деле. С учетом того, насколько им удобно крутить башкой в кабине. Хотя понятное дело, что к этому нужно еще и привыкнуть. Так что поначалу работа с пятым трекером может показаться вам неудобной. Просто предупреждаю. Ну вот как-то так. Вообще, конечно, трекер это довольно дорогое удовольствие. Я глянул сейчас на сайте tracker.ru. И, собственно говоря, камера и беспроводная клипса на данный момент стоит аж 15500 рублей. Но я вам так скажу, что своих денег пятый трекер точно стоит, если вы собираетесь прям по хардкору заниматься авиасимуляторами. Новичкам я бы, конечно, не советовал сходу тратить такие большие суммы на пятый трекер. Но вот опытным вирпелам, которые хотят более удобно управлять камерой в кабине, данный девайс может вполне себе зайти. Тем более, если хорошенько поискать на просторах интернета, можно найти и бэушные версии в продаже, которые намного дешевле стоят. Ну а так, пятый трекер и камера и клипса нравятся мне не только тем, что они отлично справляются со своей непосредственной задачей, но и тем, что являются очень компактными и удобными устройствами. В отличие от всяких самодельных девайсов, где-то буквально люстру на голову нацепляешь. А вот беспроводная клипса от пятого трекера даже не ощущается никак, если ее прицепить на наушники. Ну да ладно, в любом случае, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания.